Музыка Всем привет! Я Екатерина Королёва, маленький блогер. И это утро я проведу с вами. Вы на программе «Моё утро». Музыка В этом небольшом баре на юго-западе Ирландии играет живая музыка, раздаётся звон бокалов и танцуют пары. Однако это не совсем обычный вечер. Здесь проходит традиционный фестиваль знакомств. Отмечают его уже много лет подряд каждый сентябрь, когда весь урожай уже собран. Многие люди со всей Ирландии съезжаются в деревню Лиздунварна в графстве Клэр, чтобы найти вторую половинку. Традиция сватовства в Ирландии – вынужденная мера. Особенно в сельской местности. Принято, что дом и земля передаются сыну, из-за чего исторически там остро не хватает невест. Дочери часто уезжают жить в Дублин или в другие страны. Музыка играет с 11 утра до 3 часов ночи. Многие возвращаются сюда из года в год, чтобы просто повеселиться. Среди таких – Сесилия и Альберт. 52 года назад они встретились на фестивале и вскоре поженились. «Тут можно встретить замечательных людей. Просто невероятных». «На самом деле удивительно. Здесь такая атмосфера. Всё гудит. И все хотят пообщаться, узнать друг о друге или о местах, о музыкальных коллективах. Здесь всё время что-то происходит». Это тот, без кого ирландская традиция поиска женихов и невест была бы невозможна. Вилли Дейли – потомственный сват. Говорит, что за свою 50-летнюю карьеру поженил более трёх тысяч пар. Клиенты к нему приезжают не только со всех концов Ирландии, но из разных стран. «Люди приезжают в поисках счастья и любви. И они полны любви, которой они готовы с кем-то поделиться. Они хотят найти такого человека. И, конечно, они хотят, чтобы эти чувства были взаимны». Вилли говорит, что несмотря на многочисленные сайты знакомств, ничто не заменит живого общения. Тем временем организаторы ожидают, что мероприятие посетят около 40 тысяч человек. Фестиваль знакомств заканчивается 6 октября. Ну а теперь немного информации для наших хозяюшек. Как обеспечить семью едой, на неделю. Мы будем сегодня размышлять о заготовках, о том, как же сделать еду впрок. И, в общем, поделимся с вами достаточно простыми, универсальными и, наверное, даже известными всем идеями, которые позволят вам не приходить на кухню целую вечность. Ну или, по крайней мере, 3-4 дня. И начнём мы с завтраков. Согласно известной поговорке, завтраки лучше съедать самому для того, чтобы дать хороший старт вашему дню. И, несмотря на то, что обычно на завтраке у нас уходит не более 10-15 минут, это же время можно с гораздо большим удовольствием потратить на сон, на подушку. Сегодня мы поговорим о тех лайфхаках, о тех блюдах, которые помогут нам сэкономить энное количество времени, энное количество минут с утра. И, наверное, самая вкусная штука, которую можно сделать на завтрак, и простая. Это блины. В воскресенье, вооружившись сковородой, мы отправляемся к плите и делаем целую стопку налистников. Эти налистники у нас могут пойти и съесться просто так. Их можно сделать с творогом, со сметаной, с вареньем, с чем угодно. Также их можно нафаршировать заранее, сделать их со сладкой, либо несладкой начинкой. И третий вариант. Их можно, опять-таки, нафаршировав, отправить в контейнер и в морозилку. Кстати, говоря про морозилку, сегодня мы как раз-таки будем ее не единожды упоминать, поскольку она нам очень и очень помогает в готовке. Все, что мы отправляем в холодильник, и оно оказывается несъеденным за 2-3 дня, все равно как-то ухудшается в качестве. Но если мы сразу отправим это в морозилку, то оно может там храниться до бесконечности. И этому продукту просто нужно заранее полежать слегка в комфортной обстановке и разморозиться. Поэтому мы будем очень тщательно и очень часто пользоваться сегодня морозилкой. Переходим к бутерброду. Несмотря на то, что это 2 минуты, но если вы готовите на 10 человек, либо вы сами планируете съесть 10 бутербродов, то это уже 20 минут, которые, впрочем, тоже можно потратить с большей пользой. Чтобы сэкономить время, мы делаем всю нарезку заранее. Ветчина, колбаса, сыр отправляется в контейнер и затем хранится в холодильнике. Просто складываем, и у нас утром готовый бутерброд за полсекунды. Хлеб. С хлебом также можно поступить очень разумно и очень экономно в отношении времени. Хлеб мы рекомендуем отправлять также в морозилку. У этого есть несколько бесспорных плюсов. Во-первых, говорят некоторые диетологи, какие-то там статьи, что у хлеба замороженного, который размораживается, уменьшается гликемический индекс. Во-вторых, как только мы хлеб достаем в замороженном состоянии и кладем на раскаленную сковороду, либо в тостер, его корочка становится еще более хрустящей, а внутри сохраняется вкусная теплая мякоть. И в-третьих, этот хлеб можно хранить практически бесконечно. Он хранится в морозилке, и с ним ничего не происходит, в отличие от хранения, например, в хлебнице, когда он может либо зачерствеет, либо покрыться какой-нибудь неприятной плесенью. Вот такая вот история с бутербродами. Теперь, что касается яиц. Если вы хотите сэкономить еще какое-то время, то яйца в их бесконечном количестве можно отварить и хранить в таком состоянии в холодильнике. И овсянка. Тоже достаточно популярный вариант на завтраки. Берем овсяные хлопья и выбираем йогурт, кефир, либо молоко. Все это перемешиваем до такого достаточно пастообразного, кашеобразного состояния и оставляем в холодильнике на ночь. Утром добавляем туда любимые ягоды, фрукты, какие-нибудь орешки или сухофрукты, и у вас готовый завтрак за 15 миллисекунд. Вот такие вот простые и очень находчивые идеи. Идем дальше. Теперь же поговорим о курице. Если вы любите беречь не только свое время, но и бюджет, то знайте, лучше всего покупать целую сырую курицу, потому что из нее можно сделать большое количество вкусных блюд и использовать ее абсолютно целиком. Как только мы ее разделаем, ножки, крылышки, грудку, можно замариновать и смело хранить в холодильнике примерно до 7 дней. Нам останется только кинуть на сковороду, либо пока делаем салат к ужину, например, дать ей немножко запечься в духовке. Кстати говоря, обратите внимание на зип-пакеты, на пакеты с вот этим вот ездунком-ходунком, потому что хранить продукты, особенно замаринованную курицу, очень экономно в отношении места в холодильнике. Ну, а если вы отправляете это в морозилку, то там экономия места вдвойне нужна. Также, что мы можем сделать с куриной грудкой, либо филешками? Отличные отбивные. Можно отбить сразу, приправить разными приправами и оставить в морозилке при необходимости, опять-таки на сковороду, ну, дальше вы знаете сценарий. Либо же мы можем сразу же обжарить грудки и хранить в холодильнике до востребования. Потом только подогреть, либо кинуть с собой в ланчбокс для того, чтобы взять на работу. Со всей остальной курицей, которая у нас осталась, мы можем сделать очень легкий супчик, добавляем туда каких-то овощей, которые есть в холодильнике, картошку, морковку, и будет отличная первая к вашему обеду. Ну и, наконец, гарниры. Картофель. Классика жанра. Я не знаю, станет это новостью для вас или нет, но картофельное пюре можно смело замораживать. Оно может стать классическим гарниром для вашей любимой котлеты. Теперь рис. Если вы отварили рис без специи, без каких-либо добавок, то его прямая дорога – это морозилка. Отправляете в морозилку и при необходимости достаем, кидаем на сковороду, и вместе с овощами, с мясом, с рыбой тушим, у вас получается очень свежий вкусный ужин. Либо же, например, можно в воскресенье приготовить большую тятницу плова, и у вас будет полноценный обед или ужин. На 3-4 дня вперед семья будет довольна и счастлива, сыта. Теперь, что касается универсальной палочки-выручалочки, это овощные смеси. Это могут быть овощные монопродукты, например, брокколи, цветная капуста, либо стручковая фасоль, или же бленды, из которых можно сделать очень вкусные блюда, смешав их, опять-таки, с тем же рисом замороженным, либо с мясом, с курицей, с чем угодно. Либо это могут быть сами по себе готовые гарниры, которые можно обжарить, потушить, либо отварить, приправив, например, соевым соусом и съесть с курицей. Касательно свежих овощей мы сегодня не давали каких-то особенных комментариев, потому что это, само собой, разумеющиеся факты. И вещи, помидорки, болгарские перцы и огурцы составят вам очень вкусный и полезный витаминный гарнир. Ну и да, мы сегодня не очень распространялись о рыбе, а все потому, что, наверное, это тот продукт, который действительно нет смысла делать заранее. Если вы планируете сегодня на ужин рыбу, то единственное, что, уходя на работу, достаньте ее из морозилки, чтобы она у вас разморозилась к приходу с работы. И пока вы будете делать салат, она у вас запечется, либо очень быстро обжарится на сковороде. В общем, собственно, с гарнирами мы на сегодня закончили. И мы вам показали сегодня массу интересных и, пожалуй, очень простых идей, как сэкономить время и обеспечить себе вкусные, полезные домашние обеды на 3-4 дня вперед. Сейчас покажем несколько комбинаций, которые покажут, как можно варьировать эти блюда между собой, так, чтобы каждый день было что-нибудь вкусненькое, домашнее и новое. На завтрак подаем блинчики с начинкой. На обед – котлеты с картофельным пюре. А на ужин – плов с овощами. На следующий день на завтрак подаем овсянку или хлопья с молоком. На обед – картофельные оладьи. И рыбу, запеченную с овощами, на ужин. В качестве третьего варианта завтрака выбираем яйца с бутербродами. На обед – куриную отбивную с рисом и пасту с соусом на ужин. Ну а сейчас мы посмотрим лайфхаки, как всегда оставаться ухоженной и красивой. Давно не было на нашем канале бьюти-лайфхаков. Спешим исправиться и предлагаем вашему вниманию свежую подборку новых девичьих хитростей, которые помогут креативно использовать привычные вещи, экономить деньги, время и находить новые способы, чтобы оставаться всегда ухоженными. Поехали! Лайфхак номер один. Хотите улучшить действие маски для лица? Поместите поверх средства пищевую пленку. Этот нехитрый трюк поможет лучше впитаться всем полезным веществам. Лайфхак номер два. Косметический спонж вечно валяется на столе, собирая всякую пыль и грязь? Есть простое решение. В качестве подставки используйте подсвечник. Удобно и практично. Лайфхак номер три. Пользуясь кремом для лица, наносите его также и на губы. Это отличный способ поддерживать их ухоженный вид и защитить от шелушения и трещин. Вы сразу почувствуете разницу. Лайфхак номер четыре. Как совместить нанесение крема для тела с эффективным массажем? Используйте упаковку от шарикового дезодоранта, и да прибудет с вами гладкая и бархатистая кожа. Лайфхак номер пять. Легко надеть браслет без посторонней помощи поможет обычная канцелярская скрепка. Повторите действия, указанные на видео, и избавьтесь от проблемы ускользающего браслета очень просто. Лайфхак номер шесть. Наши эмоции имеют свойство со временем отпечатываться на лице. Если вы замечаете, что в спокойном состоянии лица уголки губ опущены, делайте ежедневно простое упражнение «Скрытая улыбка». Поднимайте уголки губ, пытаясь максимально изолировать участие других мышц. 20-30 повторений каждый день, и через две недели результат вас приятно удивит. Важно не забрасывать, иначе проблема возобновится. Лайфхак номер семь. Думаете, это обычный теннисный мяч? А вот и нет. Это прекрасный массажер, помогающий предотвратить появление морщин и заломов на лбу. Заинтригованы? Тогда продолжим вас удивлять, потому что массажировать мы будем стопы. Снимите обувь и носки и просто катайте мяч в течение пяти минут поочередно каждой стопой. Это простое действие отлично расслабляет ваш лоб. Экспериментируйте с интенсивностью, однако первые дни не стоит сильно нажимать. Добавляйте усилия постепенно. Повторяйте каждый день. На стопе находится огромное количество рефлекторных точек, так что подобный массаж можно считать оздоровительным. Лайфхак номер восемь. Если по какой-то причине вам нужно немного осветлить тональное средство, просто смешайте его на руке с каплей светлого консилера. Лайфхак номер девять. Зима близко, а вместе с ней и отопительный сезон, мороз, перепады температур и все то, от чего страдает наше лицо. Один из способов быстро реанимировать пересушенную кожу и поддержать ее ухоженный вид – это маска из тоника. Вам понадобятся ватные диски и увлажняющий тоник для лица. Обязательное условие – это отсутствие спирта в его составе. Возьмите 6-7 дисков, каждый разделите на две части и выложите на чистую тарелку. Смочите каждую часть таким образом, чтобы круг был достаточно пропитан, но без избытка. Теперь аккуратно выложите ватные диски на лицо, таким образом, чтобы вся его поверхность оказалась под воздействием мини-примочек. Выдержите 20 минут. Остатки средства уберите сухой салфеткой. Наслаждайтесь мягкой и светящейся изнутри кожей. Повторять можно один-два раза в неделю. Лайфхак номер десять. И последний лайфхак для красоты ваших рук – Остатки крема вокруг глаз втирайте в кутикулу. Вы удивитесь, как она преобразится. Вы знаете, что такое Баухаус? Я лично нет. Давайте посмотрим. Субтитры Ну а сейчас немного уделим времени для наших мужчин. Галстуки и политика. Почему нужно носить красивые галстуки? Сейчас мы это с вами и узнаем. Как-то раз один зритель обратил мое внимание на красивые галстуки мексиканского президента Энрике Пенья Ньято. Он спросил меня, кто их делает. Я тут же отправил президенту письмо по электронной почте, но ответа, как ни странно, не получил. Но, вероятно, он занят, готовится к переговорам перед заключением нового североамериканского соглашения о свободной торговле. Удачи ему. Но я заметил, что у мистера Пенья Ньято есть свой стиль, несмотря на то, что он предпочитает довольно большие узлы. Он мне напомнил своего канадского коллегу Джастина Трюдо. Весьма элегантный джентльмен. Носит хорошие галстуки, умеет преподнести себя и пользуется успехом у женщин. Ну, все мы когда-то были молоды. Есть еще один лидер из Северной Америки, которого мы еще не упомянули. Человек, известный своими проблемами со стилем, которые, к сожалению, касаются не только галстуков. И когда эти трое сядут за один стол, чтобы обсудить новое торговое соглашение, я предлагаю заключить еще одно. Американское соглашение о ношении красивых галстуков. Первый шаг к новому доверию и примирению. Пожалуй, стоит написать об этом в Твиттер. Ну, а сейчас наша новая рубрика «Зеленая планета». Филиппины. Будущее Тунца. Филиппина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok